салим до стар всех приветствую на моем канале сегодня у нас реакция на стендап и это голым каляк баров и монолог называется про кошек без лишних слов приступаем прежде чем мы приступим конечно же всем копрах методуши большое спасибо за то что смотрите и поддерживаете ребят также подписывайтесь на мой boost и поддерживайте меня там очень много реакций выходит в том числе и реакции на полнометражные фильмы контента много он выходит каждый день ребята каждый день по несколько реакций на бусте так что есть вам нравится в принципе формат реакция то подписавшись на бусте у вас начисто отпадет проблема чтобы посмотреть такое там есть фильмы сериалы даже аниме в общем контент на любой вкус цвет веса рост кожицы и так далее там блять что несу в общем ехал мы недавно в семью взяли кошку шотландскую породистую это наша первая платная кошка до этого у меня всю жизнь были бесплатные платные вот эти когда к тебе знакомым подходит говорит слушай у меня кошка родила возьми себе котенка или я его утоплю можешь утопить да и погружает его в воду 5 4 3 там котенок смотрит такой думай быстрее блин мы когда выбирали кошку там было много разных пород типа шотландская египетская британская я подумал а почему нет казахской кошки хорошо кстати по моему есть ну к примеру вот русская есть русская голубая да вроде бы такая порода кстати реальный вопрос почему нету ни одной еще казахской кошки до сих пор блять казахша сули вообще зачет пока знаете она вискос под губу кидает она сидит такая по идее мышка же не халал же сейчас не понял что породистая кошка это просто красивая кошка оказывается это замороченная кошка там столько примочек мы ее привезли домой дети дали и молока она попила и поносила три дня по всех вас или дали народ говорит скорее всего у нее непереносимость лактозы и теперь соевая покупать starbucks ее возить да может она еще и веган и он такой ну возможно оказывается есть кошки веганы прикиньте кошки веганы сидит такая ну ребят ну кому он есть мышей это негуманно я гоняюсь за брокколи кошки веганы блин что дальше собаки абьюзеры идешь по частному сектору и она пожалуйста уже и следует оделась как шлюха куда родители смотрят кошка веган с непереносимостью лактозы я сейчас хочу ее стерилизовать чтобы она еще и child free было полный набор вообще мы стали заморачиваться люди стали заморачиваться по поводу домашних животных я потому что недавно увидел есть оказывается кошачий психолог какие кошачий психолог я ради прикола сразу ему звоню ну я говорю у меня кошка не пьет молоко он говорит мне нужно с ней переговорить может и со своим психиатром сначала переговоришь подумал как это вообще происходит у них кошачий психолог там кошка лежит на кушетке такая не знаю мне кажется неправильно что мы себе жопу вылизываем и он такой это все из детства ну вот это вот знаете бесит то что ты покупаешь кошку за дорого а потом еще покупаешь что-то для этой кошки по идее за такие база надо оверфрайзе должно быть я поехал сразу в зоомагазин бывали там там короче если вы не бывали там тебя всегда встречает на входе вот это вот продавщица она сама отъявленная кошатница у него самой там 50 тысяч кошек она знает об уходе за кошками все об уходе за собой стоит там в этом свитере который даже не свитер это просто куча шерсти на футболку прилипла руки в цитках ну такая советская женщина-кошка и какие еще такой запах специфический там даже наша кошка читать не сильно кошкой пахнет я купил лото корм подхожу на кассу и она говорит это все и куда она говорит ну вы знаете что нужно купить кошки домик а ее наш домик не устроит может давайте потом я сначала за свой домик рачки рассчитаюсь и она говорит ну нужно чтобы у кошки был свой угол игру девушка у меня дома своего угла нету свой домик какие офигевшие мы в ответе за тех кого приручили вставляю если у нас дома мыши заведутся она такая не знаю у меня дома нету вы наверно кошку заведите надо как-то это решать потом мыши ко мне еще не все приехал домой думал все на этом гегеморрой закончился и мне жена сразу сходу говорит нужно сделать кошки паспорт паспорт это еще перец в какой-то потому что заграничный паспорт да я сразу себе представил кошачий цон найти туда заходишь там кошки в очереди сидят такие очередь ждать девять жизней многодетная сидит у нее соски вот так вот торчат игра зачем ей паспорт вообще она говорит ну чтобы знать кто ее родители там не плевать кто ее родители мне кажется и кошки вообще не это не особо интересно день я не думаю что она вырастет и подойдет к нам такая я нашла на чердаке старые документы я догадывалась что я приемная других детей вы в лицом в какашку не тыкали паспорт зачем паспорт говорит ну вдруг кошка будет путешествовать да тогда скажи пусть покупает билеты на авиасейлс там грамм подъехала я я я люблю кошек да но я не такой замороченный чтобы паспорту у меня вот просто я когда жил с родителями у нас был код его звали мысок так что это мысок кошка кошка нормально как думаете у него был паспорт был код нелегал гастарбайтер ноу-нейм просто это был обычный такой знаете монохромный серый код полоску такой бесплатный код от государства но он был очень умный код очень и бюджетный код для стройки он там может прорабом работал я не знаю он через неделю научился ходить в унитаз прикиньте кошка ходит в унитаз как классно но это странно когда ты утром сидишь и тебе стучат типа выходи смысл ждет я подумал блин наверное наверное проблема даже не в кошках проблема в нас с вами потому что ну тысячи кошек ждут нас народ на улицах в разных приютах они ничем не отличаются от этих породистых но мы берем этих породистых потому что что потому что нам нужно понтоваться просто у меня всю жизнь были вот вот эти вот на эти базовые коты которые базовые комплектации у которых породы нету тебя спрашивает а кто ее родители кошки собак не было я не знаю ее отец бросил ее мать когда-то забеременела я не знаю она ничего себе не знает откуда она куда она но она тебя любит она любит тебя и всю твою семью а наша кошка она ведет себя отвратительно просто знаете входит постоянно с недовольным лицом как будто как будто мы у нее хату снимаем блин ребят а я же где-то слышал что якобы я не знаю как это выяснили кто это выяснил вообще не знаю как но якобы кошки на самом деле как-то там себе думают что это мы у них живем то есть мы какие-то типа странные кошки для них какие-то мы существа которые почему-то не похожи на кошек просто мы живем почему-то рядом с ними не знаю опять же да как это выясняли но вот такая информация есть если погуглить мне кажется вполне такую можно информацию найти где прям слышал на каких-то серьезных ресурсах я просто ну для меня кошка это член семьи даже детские рисунки раньше рисовали и в конце там кошка это член семьи а я не хочу себе такого члена семьи охреневшего извините у меня жена есть я ты хочешь на работу кошка дома остается спит мне больше по душе знаете вот эти вот благодарные кошки дайте которым ты не то чтобы типа корм покупаешь просто ешь и он подходит такой и ты такой и он такой от души слушайте ребята вы так добры ко мне я в таком долгу перед вами как я могу вернуть вам этот долг а может давайте массаж сделаю а еще не мышь приносит ребят вот у кого кошки были раньше может быть в детстве может быть сейчас не был такой случай реально кошка на она такая была полуличная жила дома полдня на улице где тусовался как обычные старые из кошки из 90-х обычно и короче чё ты вечером сидим дома все смотрим как сейчас помню поле чудес на секундочку кто-то шкребется в дверь тем открываем темно кошка забегает ладно окей все и садится прямо посередине зала мы все сидим на диване на кресле смотрим и а что-то принесла непонятно включаем света там мышь мы короче таки все в ахере тип ее мы быстрее все это выкинули ничего не понятно что случилось почему так а уже потом я узнал через какое-то время что кошки так тем самым опять же я не знаю кто это и как узнал как это вычисляли но якобы кошки так тем самым выражают благодарность вот ребят напишите в комментариях у кого-нибудь кошка приносила мышь домой она просто положила мышь перед собой и стоял смотрел на нас мы конечно в ахере все были сейчас вспоминаю забавно кошки знаете кошки с медицинским образованием видели таких ты ложишься и он на тебя запрыгивает ложится и мама говорит не двигайся это воспоминание с детства да 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 это не двигаешься потому что процедура идет у него еще в ухе узи он тебя сканирует вот здесь вот у тебя что-то завтра еще после обеда приходи такие кошки от которых польза есть вот эти вот кошки которые изгоняют злых духов видели он идет вот так вот по комнате и потом такой и все-таки и вот там в углу шайтан и все потихоньку выходят из комнаты оставляют кошку один на один с демонами 0 помощи максимум помощи от мамы когда она дверь закрывает потому что это бесплатная кошка не жалко и завтра новую возьмем и вы короче свою кошку отдали эту породистую потому что у жены аллергия на все что просит денег и и мы ее отдали она сейчас у наших знакомых в частном доме она ловит мышей она реализовала себя как окошка и нам друзья говорят а зачем вы ее отдали вы же могли бы их разводить типа продавать котят и за такой ну это же еще заводить кота и какие-то нет сейчас есть услуга год на час я такой вау кошачья проституция и реально заходишь в интернете и прости для нее код на час и там фотография такая и там написано код на час 5000 деньги контакт еще написано классика классика порядочный код есть варианты я сразу позвонил этому кошачьему сутенеру говорит извините у нас сегодня уже есть три точки я сразу представил как он забирает с первой точки этого кота жигала смотрит в эту переноску и такой барсик еще две точки и потом поспишь и этот барсик такой это все неправильно я чувствую себя таким грязным вы сказали что вы просто поедем на выставку вот и подытожить я хотел бы свое выступление тем что если вы соберетесь брать кошку обязательно возьмите кошку из приюта спасибо да ребят но это было классно реально смешно местами очень даже смешно некоторые какие-то ваши сугубо местные казахские моменты я не понял что-то в начале было я думаю вы напишите в комментариях чтобы картина стала более ясна но так в целом кошки они и в африке и в казахстане и в россии и где только нет это везде кошки поэтому такой юмор всегда актуальный и всегда уместно опять же да где бы не посмотрели в данном случае этот ролик было классно приятно провел время голым коллег баров реально крутой стендаперы уже не первая реакция давно что-то смотрел тоже от него и вот кстати по моему в инсте штоль которая в россии до сих пор запрещена посоветовали скинули ссылку на этот ролик собственно я и посмотрел пишите в комментариях на какое видео суде по вашему мнению стоит записать реакцию можете писать также в инсте в телеге где только короче везде где можно написать везде пишите все ссылки в описании к этому каналу и конечно же подписывайтесь на мой бусте всех настоятельно призываю и всем рекомендую там очень интересно так ну и в принципе на этом все всем пока удачи до встречи